Всем здравствуйте! Меня зовут Айгуль и я преподаю английский. В сегодняшнем видео мы будем говорить про деньги по-английски. Деньги по-английски будет money. Это самое общеизвестное слово, которое используется во всех англоязычных странах. Но, например, в Америке и в Австралии можно услышать такие слова как bucks или dollars. Когда вы учите новые слова, я предлагаю вам записывать их не в столбик, как вы привыкли, и не выписывать их в ваши словарные тетрадки, потому что я считаю, что это абсолютно бесполезно, но, возможно, для кого-то это работает. Но лично для меня работают лексические паутинки. Что это такое? То есть у вас есть ядро, например, слово money, и уже от этого слова вы выстраиваете свои лексические паутинки. Например, деньги, money. Что с ними можно делать? Это то, что подступает цифру,spend, invest, donate, save, inherit, Сегодня я не буду давать вам примера. Примеры вы приведете сами в комментариях под этим видео. Рассмотрим вторую паутинку. Какие бывают деньги? Также предлагаю рассмотреть прилагательные, которые так или иначе связаны с темой денег и с какими-то покупками. Когда вы учите прилагательные, старайтесь их запоминать попарно, то есть с противоположным по значению прилагательным. Например, cheap, expensive, reasonable, pricey. Reasonable – это когда цена товара достаточно оправдана. Мы можем сказать, oh, it's a reasonable price. А когда что-то дорогостоящее – это pricey. Affordable, non-affordable. Еще полезное есть прилагательное worth. It is worth it, например. Что значит, это того стоит. Например, вы хотите что-то купить, но оно достаточно дорогое, а вы говорите, well, it is worth it. Или, если вы отрицаете, it is not worth it. Деньги так или иначе связаны с людьми. Поэтому, когда мы описываем людей на тему денег, то мы можем сказать rich, poor, generous, mean. Если человек очень богатый – he is loaded. А если человек намели, то he is broke. Также хорошее выражение, если вы хотите сказать, что кто-то скупой, скупится – he is tight. А человек, который подходит к трате денег с умом – he is money conscious. И это все слова на сегодня. Обязательно приводите свои примеры в комментариях. В каждом примере используйте по 3-4 новых слова. Если вы будете приводить примеры каждый раз, когда вы встречаете какое-то новое слово, записывайте его, например, куда-то, то так вам будет проще и легче его запомнить. Также пишите в комментариях свои пожелания и рекомендации, на какие темы вам бы хотелось увидеть в видео. Take care. Bye.